Всем привет! Сегодня у меня в гостях преподаватель школы English Voyage Яна. Яна, здравствуйте! Здравствуйте, Лена! И мы говорим о том, как научиться переводчику аудировать, как улучшать навыки аудирования. Яна, расскажите вкратце о своем опыте переводчика. Перевожу я достаточно давно, наверное, с 2008 года, может, чуть раньше, или с 2006 года. Перевожу только последовательно. Поэтому я считаю, что это большой опыт. И могу сказать, что у меня очень мало возникало трудностей с пониманием как носители речи, а также людей, которые не являются носителями речи, но просто для них английский язык есть, язык общения. Это, наверное, самая сложная категория людей, которых переводишь, потому что очень часто они и много используют лексики, которые похожи на лексику в их языке, но непонятно переводятся на наш язык. Ну, к примеру, у меня как-то была такая ситуация, когда мне пришлось переводить двух друзей. Они познакомились онлайн, и барышня мне говорила по-английски, а парень говорил по-английски. Вот он говорил, что you are very different for me. Different, имею в виду special. В их языке different, то же самое, что и special. То есть вот такие трудности возникали. А так, в принципе, опыт достаточный. Привожу. Да-да-да, спасибо. А как пришли к тому, что чувствуете себя свободно, слушая речи английскую? Какие, возможно, шаги вы можете вспомнить, вы делали для того, чтобы этот навык, это умение воспринимать речь у вас воспринималось как легко, свободно, расслабленно? Да, это, наверное, результат. Но это практика, только практика. На самом деле нужно очень много практиковаться, нужно очень много слушать. Если это какие-то первые шаги в переводе, то, скорее всего, нужно слушать темы, просматривать видео, слушать разные тексты в звукозаписи по темам, которые тебе уже знакомы. Потому что ты владеешь лексическим материалом, как минимум. Иначе очень сложно слушать незнакомую тебе тематику, когда половина просто слов не знаешь. Не говоря о том, что ты речь не понимаешь, так еще и слов не знаешь. Вот опять-таки сейчас, слава богу, у нас в интернете очень много материала, который разбит по уровням. Знаешь свой уровень, слушаешь или смотришь видео по уровню, там, например, intermediate у тебя, все. Смотришь видео, intermediate, потом повышаешь. Но это только слушать, только смотреть видео, ну и, конечно, иметь практику общения. Очень хорошо, если есть кто-то, с кем ты общаешься на иностранном языке. И желательно, чтобы разные люди были. А что рекомендуете делать в первую очередь? Просто прослушивать аудиотреки или все-таки смотреть видео с субтитрами, или видео без субтитров? Ну, видеоряд всегда облегчает понимание аудиоряда. Поэтому, естественно, априори видео легче для понимания, чем аудиоматериал без какого-либо видеосопровождения. Но лично меня, опять-таки, ну это специфика сугубо моя, очень сильно отвлекают субтитры. Я не слушаю тогда, я читаю субтитры. Причем, ну вот, даже вот сейчас, смотря видео со своими студентами, если видео с субтитрами, я читаю субтитры. Казалось бы. Хотя, в принципе, конечно, если студент, например, если только делаешь первые шаги, правда легче читать субтитры. Если первые шаги делаешь в аудировании, то изначально можно прочитать субтитры, а потом слушать видео. А какие, возможно, вы порекомендуете упражнения делать студентам, скажем, среднего уровня, которые более-менее понимают, да, но недостаточно отшлифовали свое умение аудировать, какие вот упражнения, да, вы можете порекомендовать из собственной даже практики, которые помогут вот облегчить это все. Но, скажем, не просто, да, можно сказать, да, что вот просто как бы слушать текст, но, возможно, где-то делать паузу, да, возможно, где-то акцентировать внимание на ключевых словах, игнорируя какую-то второстепенную информацию. Обязательно, да. Вот какие-то такие специфические моменты могли бы прокомментировать? Ну, прежде всего, даже если это студенты среднего уровня, не говорю там о слабом уровне, да, вот среднего уровня, нужно делать предтекстовые упражнения, чтобы потом не акцентировать внимание, чтобы не останавливать запись, например, посередине, чтобы не акцентировать внимание на каких-то более или менее важных словах. Предтекстом их разобрать, разобрать всю лексику, которая может вызывать сложности, разобрать все моменты, которые могут вызывать сложности, и разобрать все моменты культурологического характера. Вот это, наверное, то, что даже не какие-то слова. Слова понимаются из контекста. Если аудирование подобрано по уровню, то, в принципе, 80% студент должен понимать. 20%, 10% из которых он догадывается, это будут более или менее международные слова, там, а 10% он догадается по контексту. Следовательно, лексика не становится такой большой трудности. Но вот культурологические моменты, какие-то социокультурные моменты, которые он просто не понимает. Вот он прослушал и все, вот их нужно разбирать. Поэтому, что порекомендую, так это предтекстовые упражнения. А во время текста, зависит от преподавателя, от того, как воспринимает группа данный текст. Да, можно делать паузу, я делаю без сомнений, делаю паузы, повторяю, если надо. Если нет возможности повторить на звукозаписи, повторяю сама тогда то, что сказали на пленке. То есть, ну, изначально нужно, конечно, прорабатывать текст. Перед. Что, безусловно, является более сложным заданием для переводчика, который слушает единожды. Да, однозначно. Главная проблема, ну, не переводчика, а начинающего, скажем так, переводчика, да, это плохая кратковременная память. Что нам нужно? Это то, чего не тренируют, к сожалению, в школах. В школах, вот приходит наш студент после школы, да, и в школе у него развита отлично долговременная память, а кратковременная вообще не развита. Это то, с чем мы сталкиваемся как с проблемой. То есть, у студента нормальный уровень английского языка, он прослушивает предложение, забыл начало, перевел только конец. То есть, или я не могу перевести, потому что я не помню, что было в начале абзаца. Вот это надо тренировать. Это, к сожалению, то, что должно быть натренировано после школы, но то, с чем сталкиваемся мы в нашей работе. И то, что просто необходимо переводчику, это запоминать имена сразу же, это запоминать даты сразу же, это запоминать цифры. Например, переводишь там какой-нибудь экономический семинар, и ты должна запомнить как минимум пять цифр, и они как минимум шестизначные. И, ну опять-таки, бывает такое, что нет возможности записывать, поэтому, естественно, это нужно запоминать. Ну вот, это наша проблема современная. Вероятно, это, вероятно, ключ к успеху память. Ян, спасибо огромное. Интересная вышла беседа. Я желаю вам успехов в вашей переводческой деятельности. И как преподавателя тоже. Спасибо. Вашим студентам тоже успехов. Пусть тренируются. Спасибо огромное. Все, всего доброго. До встречи. Спасибо. Спасибо.